На данный момент в одно желание уже, скажем так, подыскивать какую-то другую сферу деятельности и уходить из этого бизнеса. Алексей Кузнецов едет на собрание грузоперевозчиков. Он и еще десятки водителей встретили, чтобы решить вопрос, как поднять катастрофически низкие зарплаты. Алексей рассказывает, еще 4 года назад он был простым водителем и получал 70 тысяч в месяц. Сегодня он индивидуальный предприниматель, у которого свой парк грузовиков, а его зарплата ровно такая же. Мы работаем ради работы, чтобы оставить своих клиентов и еще хоть что-то заработать. Потому что многие закредитованы, а так как отрасль у нас не получает каких-то реальных заработков, то есть мы сами видите, ездим на каких-то старых машинах, потому что развиваться фактически у нас возможности нет. Настолько тяжелой ситуации в сфере, рассказывают грузоперевозчики, давно не было. Алтайские грузоперевозчики уже год тратят ровно столько, сколько зарабатывают. Причин несколько. Дорогой дизель, который с прошлого года подорожал на 10 рублей. Налоги и ремонт такой махины, которая обходится в копеечку. Ремонт лишь одного грузовика может обходиться до 20 тысяч ежемесячно. И в целом расходы съедают всю выручку. Немаловажная проблема всей сферы – оплата груза только в одну сторону. Поездка по рожнякам обратно, по условиям работодателей, клиентам не оплачивается. Приходится искать варианты заработка. Нет работы. Надо догрузы просто искоренить. Им надо догрузы. Везите транспортные. Все. Понимаешь? Просто их не брать. Понимаешь? Догрузы нас съедают. Чтобы изменить ситуацию на рынке грузоперевозок, водители решили пойти на кардинальные меры. Поднять на 10% тариф на транспортные услуги. Новые ставки вступили в силу с сегодняшнего дня. А это значит, что вскоре могут подорожать многие продукты питания. У нас была недавно конференция ежегодная в нашей ассоциации. И наш руководитель там выступал и говорил о том, что вопрос о повышении тарифов на услуги, он рано или поздно встанет перед каждой транспортной компанией. Все равно, конечно, к этому придется. Может быть, в Алтайском крае это начнется раньше, чем в других регионах. То есть действительно произойдет повышение тарифов и, конечно, это отразится на стоимости. Алтайские грузоперевозчики уже посчитали, что цена доставки трех тонн молока, к примеру, из Рубцовска в Барнаул вскоре вырастет на 1800 рублей. На рядовых покупателей, на первый взгляд, повышение почти не отразится. Стоимость литра молока вырастет максимум на рубль. Немного, но если учесть, что на рубль вырастут и другие продукты, то можно говорить о подорожании потребительской корзины в целом. Получается, перевозчики, если и поднимут себе зарплату, то за счет опустошения карманов потребителей. Валентина Скирова, Алексей Фризин. Наши новости.